Сам через свой пот, через свою боль, через свою страсть и силу реализовал победу над тысячами и тысячами других людей. Это только твое достижение. И у тебя его никто не от них. Илья, привет. Привет, привет, привет. Как меня слышно? Слышно мне хорошо, уважаемые зрители. Если вам слышно хорошо, то тоже лайками или каким-то образом оповестите нас, что мы можем начинать. Итак, прежде чем мы начнем, Илья, я вкратце расскажу для тебя и для всех остальных вообще, что сейчас будет происходить. У нас это третий выпуск нашей передачи «Таймер и зон» или как мы ее просто называем «Время пошло». Тебе будет дано 25 минут и 17 секунд. Чуть позже я объясню, почему именно такое время на ответы на вопросы. Мы собрали вопросы от подписчиков нашей страницы, твоей страницы. Всего у нас на данный момент более 30 вопросов. Это больше, чем ответили предыдущие твои коллеги, гости нашей программы. Но если вдруг кто-то захочет написать вопрос сейчас в прямую трансляцию, мы его тоже зададим, если останется время. Итак, какие условия? Условия очень простые. Мы сейчас через буквально пару минут начнем, посмотрим, сколько будет участников в прямом эфире. И в зависимости от этого мы определим количество лайков, по которым мы будем определять, понравился ответ зрителям, твой ответ или нет. У тебя будет 26 минут и 17 секунд. Как ты думаешь, почему именно 26 минут и 17 секунд? Ну, я знаю ответ. Причем я его знал даже до того, как проверил. Это мировой рекорд на 10 километров. Это такой важный-важный рубеж временной. Скажи, пожалуйста, кто владелец этого мирового рекорда? Ты знаешь? Бекелли, по-моему. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, Бекелли. Классно. Это кинемия за Бекелли. Ну, и еще посложнее вопрос. В каком году был установлен? Ну, лет, наверное, 10 назад. 15. Я не знаю. Ну, примерно так где-то. После Афинской Олимпиады, я думаю, что он побил. Потому что до этого был 26, по-моему, 19. И потом в 26, 18. И потом в 26, 17. Бекелли побил. Слушай, у тебя очень классные знания. В этом плане, действительно, в 2005 году, после Афинской Олимпиады, он побил. Да, да, да. О, в 2005. Просто это был его пик-форум. Поэтому, как бы, да. Смотри, у нас сейчас 32 человека. По нашим правилам, 10% от количества этих людей должны лайкнуть твой ответ на вопрос. Ну, соответственно, мы устанавливаем цифру 3. Я задаю тебе вопрос. Ты отвечаешь на него развернуто, но в то же время стараешься быстро, чтобы люди успели поставить лайк. И, соответственно, мы переходим к другому вопросу. Задача твоя – удовлетворить людей, чтобы им понравился этот ответ. Задача всех зрителей – поставить лайки. Мы понимаем, что идет задержка порядка 3-5 секунд. Мы это учитываем и считаем количество лайков после ответа на вопрос. Ну что, Илья, готов? Да, готов всегда. Все, я тогда запускаю так, 26 минут и 17 секунд. Наконец-то у нас соревнования начались. А то вы все-таки соревнования не открываетесь. Вот хоть что-то есть. И время нормально. Поехали. Смотри, первый вопрос. Профессиональный спорт или семья? Выбирать или удачно совмещать? Ну, семья однозначно. И если выбирать семью и профессиональный спорт, ну, я в любом случае совмещал бы. Семья – главное. Спорт – это все-таки дополнительная какая-то вещь. Но если тебе нужно и то, и то, надо совмещать. Но если что-то одно – только семья. Смотри, ну, пока у нас нет лайков. А, ждем лайки. Да, да, да. Лайки, 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 лайки. Лайки от людей. Ну, ты, я думаю, все-таки попробовать. Может, еще расскажешь какие-то интересные истории. Как ты совмещал? О, ну, это всегда было тяжело. Дело в том, что, да, я всю жизнь совмещал спорт и семью, и бизнес. Я буду прервать, я болею за тебя, Илья, поэтому… Ладно. О, поехали, лайки. Переходим, да, к следующему вопросу. Расскажи про предполагаемые последствия режима самоизоляции для RunLab. Ну, то есть, чем это обернется для бизнеса? Угу. Сколько это будет по времени. Внедрили онлайн-подбор обуви с помощью видеоанализа удаленно. То есть, например, находясь в Казани, ты можешь заказать обувь с помощью, соответственно, телефона своего. То есть, мы так с тобой поработаем, что тебе обувь, которая пришет, подойдет. Добро, как раз третий лайк пришел. Следующий вопрос. В Калининград на Iron Star планируешь ехать? И вообще, каким стартом готовишься в этом году? Ну, вот тут вопрос с тем, что к каким стартом ты готовишься, он не очень актуален. Потому что, к чему бы ты ни готовился, это может быть не актуально. Я традиционно выступаю много. Калининград мне очень понравился. В том году я выиграл абсолютный победитель этого Калининграда в спринте. Вот, это было прям круто. Мне понравился старт. Я бы с удовольствием приехал еще. Если получится, получится по графику, по расписанию, потому что сейчас все смещается. Я работаю еще как преподаватель в Сколко, ну, как коуч работаю там. И иногда накладывается график работы с соревнованиями. Поэтому, может быть, не получится приехать. Но я бы хотел. Если получится, я обязательно приеду. Слот есть на Калининград или нет еще? Нет, нет, пока нету, пока нет. Нет, пока есть два слота на Сочи. Спринт и Олимпийка. Но в этом году это все объединили. И теперь все это будет фактически в один день. И вот, ну, не знаю, что-то одно выберу, наверное, поучаствую за это так. Мы ждем еще два лайка. Скажи, а, еще один. Скажи, какой зарубежный может старт еще есть? Нет в этом году плана. Чемпионат мира по Айронмену Новой Зеландии. Надеюсь, все у меня отменят. Слушай, отлично. Итак, мы ждем еще один лайк. И перейдем к следующему вопросу. Ну, слушай, пока... А я вот вижу, у меня сыпятся лайки. Да, да, да. Все, погнали. Раньше ты занимался спортивным ориентированием. Как оттуда пришел в триатлон? И какие отношения с ориентированием у тебя сейчас? Участвуешь ли в соревнованиях? Я видел эти вопросы, мне они очень нравятся, потому что, ну, я рад, что люди, во-первых, знают, что такое спортивное ориентирование. А во-вторых... Даже когда задали этот вопрос, представьте. Да, на самом деле там у меня в Инстаграме там прям, по-моему, да, у меня было прям про это ориентирование достаточно много. Или у Таймермэня. Ориентирование – это такая любовь. Вот она первая любовь, которая была, которая есть. И я обязательно туда еще вернусь. Я иногда прям с женой, мы мечтаем о том, как мы возьмем какую-нибудь машину, возьмем детей наших, поедем где-нибудь в какие-нибудь карельские скалы, там, где красивый, интересный рельеф и побегом ориентирование. Я это очень хочу. То есть я прям с удовольствием повернулся туда. Но пока триатлон держит, не отпускает. И пока вот не получается стартовать. Ну и потом ориентирование в московском регионе не очень интересное. А вот ориентирование как таковое Worldwide, оно классное. Это классный спорт. Реально здоровский спорт. Слушай, ну как оттуда пришел в триатлон? Спонтанно. Ну я много раз про это рассказывал. Папа позвонил, говорит, завтра по свиданиям по триатлону, ты давно хотел попробовать. Ну вот, я взял и попробовал. Нашел велосипед за один вечер. Приехал в триатлон, приехал туда, плавочки надел, термобелье и стартанул. И все. И как влюбился. Вот прям, думаю, нравится вид спорта. Лучше понравилось. Что лучше, триатлон или ориентирование? Я просто уточняющие вопросы задаю. Мы ждем еще два лайка. Да. Да. А так лайки у меня тут сыпятся и сыпятся они. Вот я так смотрю, что это лайки. Нет, слушай, надо в комментариях поставить. Ок, вот сейчас еще один ждем и все. А, я понял. То есть необычные лайки. А то там сыпят, сыпят, я понял. А, ставьте окей в комментариях. И мы будем переходить к следующим вопросам. Хорошо. Давай дальше. Есть ли у ориентирования будущего, как у популярного вида спорта? Или он будет также доступен только некоторым? Ну, во-первых, он уже популярный вид спорта в странах скандинавских. Это важно. Там действительно ориентирование популярный вид спорта. И я когда приезжал на соревнования, к нам приезжал, например, король Швеции. А президент Финляндии передает старт для соревнований по ориентированию. И когда ВВС Финляндии вместе с нами стартует, прямо на самолетных истребителях, параллельно с эстафетой Юкола, например. Это тоже факт, который есть и от которого никуда не деться. Там это очень популярно. У нас, если мы говорим про Россию, я думаю, что, наверное, нет, к сожалению. Не станет он популярным, прям таким масштабным. Он немножко про другое мышление, немножко по другую психику. Я думаю, что в Российской Федерации вряд ли он станет таким популярным. Но то, что это спорт глубокий, интересный, это спорт развивающий, это факт. Мы ждем еще один лайк. Скажи, пожалуйста, ведь это же в советское время было. Почему ты думаешь, что не зайдет? Ну, было и в советское, и есть в российское время. То есть у нас есть соревнования, где там по несколько тысяч человек участвуют. Но это, опять же, это ограничение определенное. Сложно десятки тысяч человек запустить в лес на одну дистанцию. Есть. Идем дальше. Вопрос от Волошина. Первый указ, который бы ты издал в должности президента России? Я этот вопрос ему задавал просто один разочек. Один раз я был интервьюером, а он у меня сидел, и я ему задал этот вопрос. По-моему, это было так. Ну, если... В какой временной период? Это вот сейчас или в принципе? Ну, это сейчас, конечно. Ну, реально, вот если как бы погрузиться в ситуацию, то первый приказ был бы тот, который наиболее актуален. И поэтому, если мы берем какой-то временной интервал, может, это там через какое-то время, да, я буду первым будет то, что будет актуально. Если сегодня, то сегодня был бы первый приказ, это поддерживающий, стимулирующий меры для экономики. Отмена НДС, поддержка предпринимательства и бизнеса через выплаты зарплаты с помощью Национального фонда благосостояния. Вот, соответственно, первая-первыхая вещь, которую я сделал прямо сегодня. Вот если мы говорим прямо сейчас, прямая речь, включение, и я в прямом эфире бы это говорил. Это важно. Спасибо. Если вы поддерживаете этот ответ, ставьте лайки. Слушай, ну, как раз следующий вопрос будет про правительство, поэтому, я думаю, мы начнем на него отвечать и посмотрим, как подостают лайки. Смотри, сейчас. Исходя из каких принципов ты бы стал набирать себе команду правительства, находясь в должности президента? Ну, здесь я бы, наверное, я вот не знаю, как сейчас... Дело в том, что я, например, не знаю, как реально президент отбирает себе команду. Ну, я понимаю, что по лояльности это все происходит. Да, да. Я говорю про себя сейчас, на текущий момент. На текущий момент я бы использовал инструменты, которые можно использовать в бизнесе. Это опросники анкеты, например, 360 review или там Хоган анкетирования. Это анкеты, которые примеряются во всем мире для того, чтобы точно понять психологические особенности человека. И это было бы мне очень важно, потому что ключевыми было бы, ключевыми указателями в правительстве это было бы профессионализм, первое. И второе – это морально-этические качества. Вот эти два компонента, они были бы очень важны. Причем морально-этические качества я бы, наверное, поднял бы выше. Потому что профессионализму можно научиться. А вот морально-этические принципы, вот они как нам, знаете, как у Усоцкого, значит, нужные книжки в детстве читал. Вот если читал нужные книжки в детстве, то с этим все хорошо. А профессионализм можно получить. Принято. Так, ну я думаю, что у нас в связи с задержкой сейчас лайки достынет. Если нет, то мы вернемся. Но мы идем к следующему вопросу. Какие выходы, варианты выхода из кризиса видишь для своих бизнесов, если он продлится долго, ну там, не знаю, полгода, год? Ну, выходы… вопрос – это такой. Очень каждый день нам приносят какие-то новые вводные данные. И если сегодня мы сейчас говорим об одном, а завтра будет другое, опять же, новый указ президента, новое постановление, все, нам нужно придумать новые инструменты. Поэтому выход я вижу только в одном – в гибкости. Постоянно держать руку на пульсе. Вот это, наверное, самое главное. Вот если вот это делать, если твоя команда лояльна, если твоя команда разделяет твою страсть и твое желание, и вы готовы меняться, вы готовы действовать, готовы работать 24 часа, то, ну, все будет хорошо. То есть в этом плане это хороший челлендж, и мне, честно говоря, даже это нравится, хотя, конечно, это тяжелая история, это реально тяжелая история. И, ну, правда, миллионы людей потеряют работу, это правда. Я прям смотрю с горечью на то, что сейчас происходит, и то, как государство, ну, типа старается поддержать, ну, это прям слезы, честно говоря. Добро. Мы ждем еще два лайка, но переходим дальше, потому что они сейчас придут. Ставьте знак «Отлично» в лайках, в комментариях, это и будет знак лайка, поэтому нужно вот это. Значит, мы перейдем к следующему вопросу. Илья, подскажите, пожалуйста, какими таск-менеджерами или приложениями пользуетесь для организации дня повседневных дел? У меня, на самом деле, у меня есть главный мой таск-менеджер, это моя память, реально. Я почти все, почти все запоминаю. Это правда. Я делаю это специально, я специально не использую приложение, потому что я хочу, чтобы я думал. Я хочу, чтобы я старался, я себя сам загоняю в эти условия, при которых, ну, я обязан запоминать вещи важные. Да, конечно, бывают иногда ошибки, я могу что-то там как-то забыть, да, то есть могу чуть-чуть вот какие-то бывают ошибки, но зато я постоянно, постоянно, опять же, держу руку на пульсе, то есть я постоянно работаю. Если что-то очень много вводных данных или когда-то, например, мне скажут, Илья, давай там 17 августа в 3 часа дня у тебя будет созвон там с кем-то. Я скажу, хорошо, вот для этого случая я запишу просто в заметки, вот в календаре поставлю это число и день. Вот, только так, если что-то с горизонта в неделю, то, конечно, все в голове. Все абсолютно встречи, с инфляцией, с колой, все в голове. У нас есть лайки, поэтому окей. И мы прошли половину времени, у нас осталось чуть больше 13 минут, и ты ответил уже на 10 вопросов. Пятерку пробежали. Да. Когда ты говоришь о страданиях любителя для достижения цели и ощущения победы, какова разумная степень этого жертвоприношения относительно того, что социально считается нормой? Ох, какой сложный вопрос. Ну, не сложно, он викиеватый, он как бы, он, я бы, если бы автор был бы здесь, я спросил бы, скажи проще. Потому что мы потом упростили, какова цена на достижение сегодня. Да. Ну, каждый определяет сам, сколько он готов платить. Это же вопрос всегда в этом. Вот сколько ты готов платить? Вот есть вещи, которые нравятся всем. Ну, например, там, кубики на прессе. Нравятся всем ведь, согласитесь. Плоский живот, красивый рельеф, мускулы, да? Нравятся всем? Супер. А сколько ты готов заплатить за это? И вот каждый определяет сам. Готов ли он поменять свой там телевизор с пивом, как бы, на то, что он пойдет сейчас работать над прессом или нет? Готов ли он оторваться от соцсетей и, как бы, поделать упражнения на пресс или нет? Вот фактически спорт высших достижений, такой любительский спорт, мы говорим про именно вот этот спорт, где нету дохода. Он всегда про то, что сколько ты готов заплатить? Твоя цена. Назови цену, и все. Поэтому, ну, каждый называет цену сам. Я цену знаю, которую я ставлю, я готов, я готов. Я эту цену ставлю. Ставьте лайки, если вам ответ понравился. Мы переходим к следующему. Если не наберем, то вернемся. Расскажи, что тебе дало образование в Сколково? Можешь ли ты его рекомендовать? Вот однозначно там все идите в Сколково занимаетесь? Нет, я так не буду говорить, потому что многим это просто не нужно. Это факт. И это стоит дорого. То есть это две важных составляющих. Но что лично дало мне, ну, наверное, помимо знаний, да, пласта, помимо связи, нетворкинга, тоже это важный элемент, мне больше всего дало такую вещь. Я впервые увидел рядом с собой столько амбициозных людей, сильных, амбициозных, харизматичных, талантливых, гениальных, и они рядом со мной. Десятки людей, сотни людей, и они все рядом. Это люди, которые прошли от нуля до вершины, которые смогли сделать сами себя. Вот это очень важно, образованные, говорящие на разных языках. Это невероятно. Вот это, кстати, и есть люди, которые могут что-то менять. И это они доказали не на как бы словах, а на деле. Вот это правда. Слушай, здорово. Ждем еще два лайка. Идем к следующему вопросу. Расскажи самый курьезный случай из твоих участий в соревнованиях. Самый курьезный случай, самый курьезный. Ну, да они как-то все, мне кажется, соревнования курьезный случай. Ну, 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 так, 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 так. Ладно, расскажу, например. Окей, окей. Триатлон, 12-й год, август. Я, кстати, очень четко помню соревнования, даты. Это тоже, опять же, память. Я приезжаю в Бережки. Это тот старт, на котором был мой первый сам триатлон. Через три года. Желанием победить. Наконец-то прошло три года, я тренировался. Теперь я хочу выступить отлично. И у меня был тогда с собой разделочный велосипед. И все три года, что я был в триатлоне, я выступал на нем. О том, что есть баранка и есть запрет на выступление на групповой гонке с баранкой, ну, с таким рулем. Я не знал. С рогами. И меня в транзитной зоне прямо разозначили, говорят, not allowed. Ну, по-русски. Говорят, нельзя, Илья, нельзя. Три минуты до старта, кричат. Я такой, как? Просто как? Мне говорят, нельзя, и все. И тут подворачивается друг, который просто приехал посмотреть, у него баранка. Я беру велосипед, хватаю, подкручиваю это весь седло. Ставлю в транзитную зону, кричат, минуты до старта. Пытаюсь ставить туфли, а туфли другой системы. Там другие педали. У меня были Лука, а там Кео, а там были Шимана. И я думаю, хрен с ним, побегу в кроссовках. И я просто вставлю кроссовки с велосипедом, подбегаю, прыгаю, старт и поехал. Попал, по-моему, в шестерку. Зашел. Но ехал в кроссовках, прямо на концах, на педали в кроссовках ехал. И нормально, на самом деле. Вопрос, опять же, нашего желания. Я боролся до конца, не было даже каких-то моментов. Но окей, одену кроссовки после воды и буду в них ехать, и в них же побегу. Зато быстро пройду вторую транзитку. Так прошел. Слушай, круто. Мы ждем еще два лайка. Есть один. Ребята, ставьте вот так. Ставьте вот этот значок, он значит лайк. Это самое главное. Есть ли будущее у бизнеса в спортивной отрасли? Твой пример закономерности или исключение? Ну, будущее у бизнеса есть в любой отрасли. Это важно. Поэтому о чем мы говорим? Конечно, есть. Конечно, есть. И это большое будущее, потому что люди все больше и больше оборачиваются на себя. Они начинают думать о себе, о том в своем времяпрепровождении, о том, как сделать так, чтобы они жили долго и счастливо. Это важный. Спорт – это один из элементов. Хайки жить долго – это спорт. Хайки жить насыщенно и чтобы качество жизни было лучше – это тоже спорт. Поэтому, конечно же, люди будут идти в спорт, и, значит, бизнес там будет развиваться, появляться какой-то новый бизнес, новые виды деятельности. Но, безусловно, это будет. Так что у спортивного бизнеса большое будущее. Это правда. Отлично. Ждем три лайка. Ребят, ставьте. Если вам понравился ответ, следующий вопрос. Где лучшее место в мире для подготовки к триатлону и почему? Лучшее место в мире для подготовки к триатлону – это там, где вы живете. Вот это важно. Вот там, где вы живете, там лучшее место в мире. Не надо думать, что есть какие-то супер места, где там вот что-то невероятное, там катаются круглый год. Но, опять же, ребята, это все у нас в голове. Если ты хочешь, ты это сделаешь. Вот в Казани есть же Рома Евграфов, да? Ну, у него что, лучшее место в мире, а он отлично выступает. Есть в набережных Челнах, опять же, недалеко, Ильнур Закарин. Ну, ребят, Ильнур Закарин – набережные Челны. А вот он лидер мирового пилотона велоспорта. Ну, как он это сделал? А вот так и сделал. Потому что лучшее место там, где ты живешь, где ты находишься. Подготовиться можно в любых абсолютно условиях. Вопрос от вас зависит, какую цену вы готовы заплатить за это. Так что вперед. Кстати, карантин – это тоже показывает. Посмотрим, что после карантина будет. Потому что очень многие люди сейчас тренируются дома и не сидят сложа руки. Это важно. Так что то, что есть – это лучшие условия. Работайте в них. И вы подготовите. Окей, ставьте лайки. У нас осталось 6 минут, а мы пробежали пятнашку. 15 вопросов. Расскажи, как проходили съемки для рекламы «Тойоты». Как на тебя вышли? Ты сразу согласился или нет? О, какой вопрос. Съемки проходили тяжело и кирнисто. И очень долго. И непросто. Совсем было непросто. Это такая, знаете, тяжелая работа, честно говоря. Я даже, я был реально удивлен. Сейчас я об этом могу говорить, потому что до этого там информации нельзя было распространять. Но, да, эта «Тойота» связалась. Примерно через неделю мы согласовали условия все. Было очень быстро. Это был конец ноября. И через две недели потом выбрали уже страну, где-то были съемки. И вот, что меня удивило, что это было в Грузии. Мы с Натальем в Грузию сниматься. Меня удивило, что когда-то прилетел, оказалось, что туда прилетела команда. Вот мне казалось, к съемке видеорекламы, ну это там 4-5 человек, будет работать и все. Когда я туда прилетел в Грузию, 80 человек было из трех стран. Россия, четырех стран. Россия, Британия, Грузия, Украина. Британский режиссер, помощник режиссера, второй помощник режиссера из узкой стороны, операторы. Это просто, это просто вот. И вот. Я актер. Офигеть. Это было классно. И это было жестко. Главный актер. Да, да, да. Это потому что, потому что там было много моментов, связанных с тем, что это Грузия, Декабрь, горы. А надо было изобразить триатлон. Ну, можно представить, температура воды плюс 4, а как бы у тебя целый съемочный день в этой воде. Ну, вот как происходили съемки. Во! Отличный опыт. Слушай, отлично. Ждем три лайка, а переходим к следующему вопросу. Ставим лайки, да. Ставим такие лайки. Какие у тебя еще увлечения, кроме спорта? Есть еще хобби или нет? Ну, мое хобби, ну, не знаю, это сложно так назвать. Прям вот именно, мне в принципе интересно жизнь сама по себе. Я очень много читаю, мне нравятся книги. Вот, не знаю, книги, наверное. То есть, я скажу так, мое любимое занятие – это лежать на каком-то таком месте теплом, чтобы телефон был выключен в авиорежиме, и у тебя книжка. Блин, ну, ребят, это просто невероятно. Это такой кайф. Это так редко бывает, но это так круто. Вот именно редко бывает, что я прям, я не могу это делать каждый день, но вот когда получается, 2-30 минут, да, в день как бы, я выделяю себе, а то, чтобы просто запереться в комнате от детей, потому что они вкусно носят. Поставить авиорежим в телефоне и поставить какой-нибудь там, не знаю, массажер, чтобы он тебе мышцы массировал после тренировки, и читать. Читать, читать, читать. Вот, наверное, чтение – это мое главное такое хобби. Круто. Так, идем дальше. Ставьте лайки. А как ты оцениваешь уровень триатлетов сборной России? Ну, сборная России, он высокий для России, для мира. Не очень, конечно, высокий. Не очень высокий. Вот. Жалко. Если говорить про то, почему как бы так произошло, ну, это, наверное, вопрос к ним. Тут больше так надо с каждым говорить по этому отдельно вопросу. Но я думаю, что многие до сих пор используют систему такую, которая, знаете, как в бизнесе говорят, залог победы, залог успеха. Вот если что-то когда-то у тебя получилось успешно, то твой мозг продолжает вырабатывать решения, опираясь на предыдущий успешный опыт именно в таких же действиях. То есть алгоритмы, приведшие к успеху в прошлом, есть это и сегодня. И поэтому ребята работают очень многие по принципу «бери больше, кидай дальше». Редко используют альтернативные тренировки, ментальные тренировки, работать с спортивным психологом. Этого нет. Я думаю, что этого нет. Я могу ошибаться, но я вот то, что наблюдаю и вижу, как бы ребята много пашут, очень много работают. Если раньше там в 90-х годах это приносило бы успех фантастический, да, начало 2000-х, то сейчас люди побежали быстрее. А как они это добились? Сейчас мировая элита не тренируется прям больше, она тренируется умнее. Смарт-тренинг – это важно. Вот. Я думаю, поэтому здесь вот ключ зарыт. Добро. Ставим лайки. Ребята, ставим лайки. На этот вопрос ставьте лайки, да. Какой прогноз ты дашь развитию любительского спорта в России после пандемии? Ну, то есть увеличится спрос, уменьшится на любительский спорт? Ну, на самом деле вот пандемия как раз – это способ вот в текущий момент людей вовлечь в спорт. Вот то, что сейчас мы все заперты в каких-то пространках, да, там, это возможность нам самим поработать со своим телом. И здесь было бы хорошо, если государство, например, там, не знаю, разрешило бы бегать по утрам, да, или как-то стимулировало этот процесс. То есть какой-то вот, знаете, я не знаю даже с экранов телевизоров, с главного экрана, когда бы там ведущие какими-то там, Малаховы и так далее, говорили бы о том, что как классно сейчас заниматься своим прессом и так далее, это очень сильно стимулировало бы. Вот, но в любом случае, даже без Малахова и гос. такой поддержки, я думаю, что люди поймут, они же увидят свои первые результаты. Если ребята каждый день будут отжиматься там по 50 раз, то через там месяц они увидят, что они легко отжимаются 50 раз за один раз, ну, понимаете, да? То есть они увидят результат, они скажут, вау, клево, у меня сейчас жир, я стал сильнее, классно же. И они будут работать, будут продолжать. Keep going. Так, у нас осталось совсем мало. Ставим лайк, да. Еще один вопрос, ставим лайки. Какой самый любимый и нелюбимый вид в триатлоне? Да мне все нравится. Ну, вот реально все нравится. Я прям не могу даже сказать, что что-то нелюбимое. Я сказал бы так, что раньше, когда только начал заниматься плавание, это было просто, я это ненавидел вот так вот, посеял, что было какой-то просто ад. Но тут такой был момент, так как я этого не умел, я в 30 лет начал плавать, плавал отвратительно. Вот, на первом старте я смотрю результат сейчас, ну, там вообще просто проигрыш колоссальнейший был. Но мне захотелось себя изменить, я подумал, что это отличный способ себя поменять. Ну, вот отличный мотив. Ну, я не умею, ну, давай попробуй научись. И да, все говорят, что в 30 лет невозможно научиться плавать, но встал, начал и пошло получаться. А пошло получаться, уже стало нравиться. Поэтому сейчас мне плавание нравится, очень причем. Я сейчас прям чувствую себя плавком. Ну, бег, вот, бег тяжеловато заходит, велик тоже что-то так. Ну, не знаю, ну, вот сейчас велотренировки приехал, вот пытаюсь прокачаться. 20 килограмм проехал, малый, конечно. Даже что-то все день отдыхать. Смотри, у нас закончилось время, мы ждем еще два лайка, если сейчас прилетят, мы зачтем этот ответ тебе. Хорошо. И посчитаем, сколько у нас должно получиться. Сейчас, секунду. Вот лайк пришел какой-то там. Да-да-да, и сейчас еще один лайк, если прилетит. Есть, есть. Смотри. И что самое интересное, мы пробежали с тобой ровно половинку, полумарафон, 21 вопрос, точно так же, как и Волошин. А-а-а, блин. На самом деле, мне кажется, не очень было понятно, что ставить. Потому что ставить сердечки, понимаешь, я тоже лучше сердечки ставить. Надо вот эти пальчики показывать, что ставили пальчики. Ставьте пальчики. А теперь уж плохо. Но тоже неплохо. Илья, спасибо большое тебе. Было очень интересно. Я надеюсь, тебе тоже вопросы от наших зрителей понравились. Мне кажется, что они были необычные. И динамичность заставляет вроде и развернутые, вроде быстро отвечать. Вот, желаю тебе удачи во всех подготовках. Я надеюсь, что и Калининград, и Сочи, и самое главное новое... И Казань, может быть. И Казань, может быть. Да-да-да, может состояться и показать тебе самые хорошие результаты, которых ты планируешь. Вадим, а представляешь, вот прошло 26 минут 13 секунд. Как быстро они прошли. А за это время Бекелли пробежал 10 километров. Невероятно. Вот я сейчас подумал о том, что мы просто только чуть поговорили, да, а парень пробежал 10 километров. Это вот как раз момент о том, сколько в нас заложено возможностей. Какие мы можем быть классные. Это же тоже обычный человек. Бекелли не родился быстрым. Он родился точно таким же, 2,5 килограмма. Точно таким же. Он также не умел ходить, не умел... Ползал сначала, пил молочко, писался, какался. Все то же самое было. Но он теперь делает вот так. Ребята, мы все это сами можем тоже делать. Так что работаем. У тебя крутая мотивационная речь, поэтому да. Всем спасибо большое. Спасибо. Еще раз спасибо. Удачи. Давайте на связи. Пока-пока. Работаем. Спасибо. Через свой пот, через свою боль, через свою страсть и силу реализовал победу над тысячами и тысячами других людей. Это только твое достижение. И у тебя его никто не отнимет.